Братья и сестры, сейчас, когда мы с Яковом сидели перед словом, я ему говорю, что у нас примерно такая же кафедра была в Алмата, в Алматинской церкви. И одна была достопримечательность на кафедре, то у нас была красная лампочка. И иногда вот в зале сидишь, в зале много людей, и красная лампочка загорелась, и как видно сразу было, что лицо проповедника краской красной заливало. Ну, этот знак был такой, иногда люди не замечали этого. Ну, я ему говорю, что вот такая лампочка, она бы мне помогла, мне помогла. А он говорит, у Билли Грейма три лампочки было, когда он проповедовал. И иногда они все загорались в процессе его служения. Я сегодня хотел тоже напомнить место, потому что у нас рождественские праздники, праздники прихода Господа на землю. И мне хотелось предложить сегодня в нашем собрании несколько текстов из книги Библии. Первое место послушаем. Послание к римлянам с первой главы, первые стихи. И Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, который Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим. Второе место послушаем. Записана книга псалмов. Второй псалом. Текст седьмой. Возвещу определение. Господь сказал мне. Ты, Сын Мой. Я сегодня родил Тебя. Третье место послушаем. Книга пророка Исаия, глава девятая. Читаем несколько текстов. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилею Языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жертвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ермо, тяготившее его, жезл, поражавший его, трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день. Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежды, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Евангелие – это не что-то новое. Евангелие – это то, что Бог открыл нам через своих пророков. И всякий раз, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, мы можем пережить посещение Духа Господня. Наша проблема сегодня, она действительно переживаемая нами только по той причине, что мы пренебрегаем Евангелием. Мы не так аккуратны с Божьим откровением. И мы с вами прочитали. Бог хочет Себя открывать. Бог хочет Себя являть в собрании святых, когда мы с вами собираемся вместе. Бог открывает Себя через слышанное нами Слово Божьего откровения. Или когда мы находимся одни, наедине с этой книгой, открываем и читаем, Бог ожидает одного от нас, чтобы мы были верными. Верный человек богат благословениями. Я думаю, что у вас еще свежи те уроки, которые братья нам преподавали по посланию к ефесянам, святым и верным во Христе. Вопрос, а кто эти верные? Писание определенно говорит, что в мире, в котором жили святые Божьи люди, верных не так много. Писание утверждает категорично, верный человек богат благословениями. Приход Господа нашего Иисуса Христа в этот мир, он тоже определяется верностью Бога, Богообещаний. Первое послание Тимофея, первая глава, 13 стих. Верно слово. И всякого приятия достойно, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Павел пишет о себе. И опять же это слово верный. Что это за состояние? Как это сегодня приобресть? Насколько оно сложно? Или это сегодня из китайского алфавита, в котором более чем 8 тысяч иероглифов? Намного больше, чем в русской азбуке. Больше 30 знаков. Братья и сестры, верность – это такое состояние души человека, когда он слышит слово и читает слово. Он так живет, как его научили и как он научился из этой книги. Это и есть человек верный. Я бы хотел, чтобы мы так жили. Потому что тот текст, о котором мы сегодня с вами прочитали, один из этих текстов, он как раз показывает нам о том, что как легко нам пройти мимо. Мы иногда с братом своим встречаемся, Бог мне дарит такую возможность. Я первый свой рейс завершаю, прихожу, и мы встречаемся как раз на месте, где он может работать, и он отдыхает в это время. И мы можем с ним немножко переброситься словами. И он читает сейчас книгу «Второзаконие». Я ему говорю, ты обращал внимание, что там есть такие слова написаны, только тщательно храни в сердце своем слова, которые ты слышал. Братья и сестры, это не первый раз. Моисей, когда он второй раз новым людям, детям тех, которых похоронила пустыня, он напоминает им, и он понимает важность и ответственность их, и говорит, смотрите каждый в свое сердце. Тщательно смотрите в свое сердце. Если у нас легкомысленное отношение к тому, что мы слышим, мы обязательно где-то в жизни проколемся и упадем. Это напоминание на книге «Второзаконие» начинается с 4 главы и повторяется периодически. Я думаю, что это не было пустым. Не было пустым. Может быть, даст когда-то Бог, мы снова вернемся ко второму псалму, и мы поговорим об этом состоянии. Но я вам скажу одну вещь. Тысячелетнее царство – это реальность. Книга Откровения говорит нам, помимо того, что ветхозаветные пророки нам говорят об этом, написано, мертвые, уверовавшие во Христе, воскреснут и будут царствовать со Христом на земле тысячу лет. Это будет так. Вы верите в это? Так будет. Сатана будет скован. Он будет на цепи. Он не будет выходить на просторы земли. Будет Господь царем. Мы вместе с Ним в прославленных телах или измененных телах будем царствовать и священствовать на земле с Ним тысячу лет. Писание так говорит. Я верю Писанию. Я верю Богу, что так написано. А потом Сатана будет по истечении седьми тысячи лет. Он будет освобожден на малое время. И что он будет делать? Он выйдет на широту земли и станет обольщать живущих на земле. И соберет против Агнца великую армию. Вспомните, брат Григорий говорил нам некоторые мысли из эссоциологии. И там написано, что он вселенную увлечет за собой. Это гораздо больше, чем объем нашей земли. Народы пойдут за ним. И он пойдет против Агнца. Почему? Когда Господь, когда нет смерти, когда свобода, когда ребенок играет над норой Аспида, и Аспид его не жалит, когда волны и гненок, лев и ягненок живут вместе и не поедает лев Агнца. Откуда взялось это? Братья и сестры, хочу опять же обратить ваше внимание на сердце. Если это в сердце не будет моим, если я буду закрывать и небрежно относиться к своему собственному сердцу, а Писание говорит, чтобы оно не выходило из сердца твоего и из сердца сердец потомства твоего. Мы ответственны сегодня перед Богом не только за содержание своего собственного сердца, но и за сердце тех, с кем Господь нас пересекает. По крайней мере, это наши мальчики и девочки, это наши сыновья и дочери, это наши родные и близкие, это наши внуки и внучки. Мы ответственны, и поэтому дал бы Господь, чтобы мы об этом посмотрели. Я обращаюсь сейчас к этому слову, которое мы с вами прочитали во втором псалме. Это псалом Давида. Возвещу определение, что это за слово. Ну, иногда в русском варианте, в свежем варианте русской Библии современной, там написано волеизъявление, что по смыслу и говорит об этом. Бог пожелал это через Давида нам передать, но это слово гораздо глубже. Это слово говорит, что это должно быть примерно такое же, как когда-то Моисей вытесал письмена и на этих письменах на скрижалях Бог пистом написал ясно, чтобы человек мог легко прочитать вот это отношение, чтобы мы могли замечать многие вещи, как это делали святые божьи люди. Почему? Когда они читали Писание, посмотрите, люди, которые находились в Галилее, они говорят, мы нашли того, о ком писал Моисей пророки, Мессию. Это первые главы евангелиста Иоанна. Они были знакомы с Писанием и портрет Мессии по его служению, по его жизни, они определяли, как они читали, как они слышали от учителей в храме или в синагоге. Они так жили. И мы с вами прочитали, возвещу определение Господне. Мы с вами прочитали вот этот первый текст, братья, и второй стих написано, прежнее время умолило землю Завулонову, землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь Галилею языческую и народ ходящий во тьме увидит свет великий на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Братья и сестры, крайне неприглядное состояние этих людей. Они жили в стране тени смертной. По сути дела, на кладбище жили, находились в глубокой нужде, во мраке и тьме. И Бог проливает свет свой, что для живущих в этой местности загорится особый свет, прольется особый свет на этих людей. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание, опять же, что привело их к этому состоянию, как они дошли до такого. Ведь это были одни из колен избранного Богом народа. В их жизни Бог что-то сделал, и мы сегодня еще посмотрим, что Бог сделал. Посмотрите, вот как написано в 8 главе об этих людях. Их характер. Мы с вами читаем о том, что они ходили во тьме, и они жили в тени смертной. Они жили, они привыкли. Вы знаете, это очень страшное слово. Мы даже к темноте привыкаем. А вы? Правда же? Зайдешь иногда, ничего не видно, или кто-то потушил свет. Прошло какое-то время, и уже присмотрелся. Уже ты можешь куда-то шагать. Люди привыкают к темноте. Писание говорит, даже люди любят темноту, потому что грешник не идет к свету, чтобы не открылись его злые дела, а всякий любящий свет идет к свету. Почему? Потому что его дела соделаны в Господе. Поэтому иногда люди говорят, это тараканье, философия. Свет зажег, и они разбежались, попрятались по своим щелкам. Вот так закон греха действует в нашей жизни, братья и сестры, несмотря на то, что они свыклись, несмотря на то, что они пожили. Давайте все-таки посмотрим, с чего это началось. Посмотрите, вот как еще красочно рисует нам пророческое слово состояние этих людей. Восьмая глава книги пророка Исаия, 21-22 2-22 И будут они бродить по земле жестоко угнетенные, голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и бога своего, и взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе, мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где он теперь огустел. Братья и сестры, какая неприглядная картина, она еще больше нам открывает неприязнь, неприятное положение этих людей, бродят. Это не путь, это вот, знаете, шатание какое-то, бессмысла. Они терпят великую нужду, они имеют жестокие угнетения, они голодны, и вот во время всех этих переживаний они злятся, они хулят царя своего, они хулят бога своего. А как они попали сюда? Я почему это делаю? Потому что мне кажется, что иногда, когда мы напоминаем себе, с чего это начинается, с самого маленького, самого маленького. Кто-то сказал, бойся первого раза, бойся, потому что потом будет и десять, и сто, и тысячу, а потом ты будешь ненавидеть себя, ты будешь слабеть, ты будешь пропадать заживо, поэтому никогда, никогда не играйся с грехом. Посмотрите, об этих людях, которые переживают это состояние, еще говорит нам свидетельство Священного Писания. Первая книга Паралипоменон, пятая глава, мы читаем следующие стихи с двадцатого текста, с девятнадцатого читаем. И воевали они с огорянами, и Егуром, нефишем, надавом, и подана была им помощь против них, и преданы были в руки огоряне их, и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Бог услышал их за то, что они уповали на Него, и взяли они стада их, верблюдов, пятьдесят тысяч из мелкого скота, двести пятьдесят тысяч, ослов две тысячи, сто десять тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение, и жили они на месте их до переселения. Смотрите, двадцать четвертый стих. И вот главы поколений их, Ефер, Ишья, Елиил, Азриил, Иеремия, Годовия, Иогдил, Даниил, мужи мощные, мужи имитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих, и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог навел на них. Вот чем вызван голод, вот чем вызвана их ярость, потому что они повернули, отвернулись от Бога. Братья и сестры, новый русский перевод говорит этот текст, последний, с 26 текста, так, они доблестные воины, они прославленные мужи, главы семейств, но они нарушили верность Богу их отцов и предались блуду с богами тех народов, которых Бог истребил пред лицом их. Это Бог им подавал помощь в борьбе с врагами, с этой коалицией нечестивых людей, которые сражались против них. И когда в битве они взывали к Богу, Бог их услышал, Бог их предал в их руку, все это множество. Их было сотни тысяч, их было больше, чем сто тысяч, и Бог их предал в их руку. Они одержали блестящую победу, но какая-то ирония. Богов их взяли и отвернулись от Бога, променяли живого истинного Бога, Бога спасающего, помогающего на идолов, которые не слышат, не видят, не говорят и не ходят. И в этом есть опасность всегда, есть опасность для нас с вами, пока мы на пути. И мы с вами прочитали вот, именно в эту сторону Божья милость, Божья благодать, она дает возможность людям без всякой надежды, живущих, злые, раздосадованные, которые ропчут на все, которые голодные, ожесточенные, которые привыкли жить там, на этом кладбище, им нравится эта темнота и мрак, они свыклись с этим. И вот туда написано так, не всегда там будет мрак, где он теперь огустел, Бог их пожалел, по своей великой милости, братья и сестры, Бог их пожалел, Бог посылает туда сына своего. Братья и сестры, интересно, вы никогда не думаете о том, почему все написано в настоящем времени? Ну, пошлет же, да? Ну, вот придет же Иисус Христос, еще порядка тысячи лет пройдет, Иисус придет. Почему Он сегодня это сделал? Да, очень просто. Бог живет вне времени. У Бога времени нет, это у нас с вами есть часы, у Бога нету, у Него все в настоящем. Он сказал, я возвещаю определение, ты сын мой, я сегодня тебя родил. Кому Он это сказал? Давиду. Давиду это сказал. А потом, мы когда с вами читаем вторую книгу Царств, седьмую главу, Он это скажет и сыну Давиду Соломону, Он скажет, и буду ему отцом, а он будет мне сыном. Но первые слова услышал из уст Божьих Давид, когда Бог ему сказал, а когда он стал сыном? Тогда, когда Дух Божий излит был на Него, когда Самуил возлил на его голову из Илея, он стал сыном Божьим, почему Дух Господен стал жить в Нем? Вот, братья и сестры, поэтому, когда мы с вами смотрим на страницах Священного Писания, мы должны эту истину глубоко запомнить, положить ее как конфету или как какую-то таблетку. Посмотрите, как Писание говорит в 8.14 римлянам, все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Галатам 3.26 Ибо все вы, сыны Божьи, поверь во Христа и Иисуса. А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Очень легко можно сегодня тестировать себя, здоров ли я, правильны ли мои отношения с Господом. И поэтому Господь дает им такое утверждение, что «Когда я приду, я этот мир для живущих в этой местности воссияет свет, этот свет принес им кто? Господь наш Иисус Христос». Но было буквально исполнение этих слов, братья и сестры, мы с вами, когда смотрим свидетельство этого Писания, смотрите, как написано, у них были очень отчаянные обстоятельства жизни. Они так нуждались в том, чтобы поменять что-то, но, очевидно, они уже свыклись с таким неприглядным рабским состоянием своим жить во мраке и темноте. Посмотрите, что Бог делает. Не только он заяет их светом, заливает их светом. Написано третий стих. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Мне кажется, что иногда вот смотришь на текст, читаешь, и кажется, ну, что-то Бог должен сразу же кардинально что-то изменить. А Бог начинает совершенно с другого конца. Вам не кажется так? А? А ведь иногда так кажется не так. Так охота свои планы пропихнуть и сказать «А почему не по-моему должно быть?» Я думаю, что Бог знает это. Ведь тогда, когда Он с нами находится, братья и сестры, самое безопасное, самое радостное место Он со мной, я с Ним. Псалом такой мы поем, но раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом. «Если нету Господа в моей жизни, меня ничто не может успокоить и утешить». Вы помните Давид? Он говорит, «Ты возвел меня на гору для меня недосягаемую, но ты сокрыл лицо свое от меня, и я спутился». Он стал искать Господа, он стал умолять, беда наша, что мы слишком свыкаемся с темнотой и не переживаем то, что переживал святой Божий муж. Он стал вопрошать Господа, умолять Господа, чтобы он вернулся к нему, братья и сестры. С чего начинается вторая сторона? Бог говорит, «Я буду умножать твой народ» вот в тех условиях, в которых он находится. Вы вспомните, вот это слово написано, «Чем больше египтяне угнетали Божий народ в рабстве, тем больше он чрезвычайно умножался». Вот здесь как раз тоже сказано об этом. Заметьте, что написано, «Он увеличит их радость, умножит народ». Это не добавится, как у нас иногда. вспоминаем, «О, сегодня в этом году у нас вот столько родилось мальчиков и девочек». Но умножение чрезвычайное это что-то невероятное, это что-то из ряда вон выходящее. Но заметьте, не только это. Здесь написано, «Ты радость увеличишь, радость увеличишь». Брат и сестры, сегодня мир не всегда радуется. Или, можно сказать, неправильно представление имеет о радости. Подойду я к жертвеннику твоему, к Богу радости и веселья моего. Вот где источник сегодня веселья нашего. Это Господь. Это возможность прийти в Его дом. Это возможность открыть сегодня свое сердце для приятия благой истины. И вот здесь сказано об этих людях. Когда они в правильном отношении были с Богом, Бог открывал себя им. Написано, это все было пред Его лицом. Братья и сестры, наше здоровье сегодня, здоровая христианская жизнь, это тогда, когда мы лицезреем лицо Господа Бога моего. В Писании есть много раз такое обращение «Взгляни на сына моего, взгляни на дочь мою, ой, если бы ты взглянул на меня». Братья и сестры, взгляд Господа, Он видит все. Взгляд Господа, Он несет здоровье нашему духовному человеку. И все это было в имени младенца, которому должно было прийти. Братья и сестры, Бог не только это сделал, Он написано, посмотрите, Он стал воевать, Он стал в этой мраке и тьме Он стал наводить порядок. И посмотрите, что Он делает. Это делает не кто-то. Это не делают, а не коллегиально что-то. Написано «Ермо, тяготившее его, и жезл поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Это именно те орудия угнетения, которыми держали народ Божий в этих потемках, в этой стране тени смертной. И Господь говорит, что Он это все уничтожит. Даже то, что осталось сегодня от врагов, Он все это сожжет в огне. Но не только новый порядок вошел в их жизнь, заметьте, Господь встречает их благостью, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Мы с вами прочитали послание к римлянам, открылся, родился сыном по линии Давида. Сын родился по линии Давида. Это человечность этого Господа нашего. Он стал человеком, как сегодня брат Александр говорил нам, что он подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Ему нужно было стать человеком. И Евангелие это как раз когда Бог становится человеком. Посланник евреям, апостол Павел пишет, что он понял, что всесожжение жертвы не угодно тебе, и Господь Сыну Своему уготовал тело. И он это тело отдаст на крест ради нашего спасения. Именно ради грешных Иисус приходил. У него было тело, которое ему Господь уготовил. У него ничего не было своего, ни денег, ни дома. Он говорил, лисы имеют норы, птицы, гнезда, а Сыну человеческому негде преклонить голову. Он имел от своего Отца тело уготованное, и Он принес это тело Господу. Нам сегодня тоже с вами мы слушаем собрание, мы находимся в его доме. Братья и сестры, в этот день, когда мы открываем с вами Священное Писание, люди дарят подарки друг другу, люди ждут эти подарки, не так ли? Слуги служат своим господам, а Господь служит грешным людям. Господь омывает нас, ноги, руки, голову. Господь освящает нас, Он работает с нами грешными, для того, чтобы мы были пригодными явиться пред лицо Его Отца. Он хочет, чтобы мы были с вами без пятна и порока, но на пути к этому, дорогие мои, есть Божий Сын. Писание говорит, почтите Сына, это 12 глава 2 Псалма, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, потому что гнев его возгорится вскоре. Брат, я же сегодня богато нам рассказывал о том, что у любви всегда есть вторая сторона. Любовь Божья, она требует, чтобы ад был, и кто-то пойдет в этот ад, но на пути Бог поставил своего Сына. Определение Господне, оно говорит в том, что почтите Сына, чтобы вам не погибнуть в пути вашем, потому что гнев его возгорится вскоре, и это не страшилка, это реальная картина нашего дня. Евангелие от Иоанна, 3 глава, последний стих, там написано, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни вечной, но гнев Божий пребывает на нем. Что значит почтить Сына? Это поклониться Ему. Мы с вами прочитали родит младенца, младенец родился нам. Интересно, что когда пастухи пришли и выслушали месседжи от ангелов, они сказали друг другу, пойдем и посмотрим, о чем нам возвестил ангел. Что им ангел сказал? Вы найдете младенца. если бы мы знакомы были сегодня с греческим подлинником, мы бы могли с вами прочитать о том, что младенец это именно артикль стоит, именно тот, о котором написано было в книге пророка Исаия. Вы найдете младенца в перенах лежащего в яслях. И когда они пришли и нашли это, то они поклонились Ему. Ты сегодня слышал очень много. Ты слышал о том, как Бог наказывает людей, которые не сохранили верность. Сегодня Бог так много сделал. Он ради нас послал Сына Своего. Он Его предал ради нас грешных на смерть. Он отвернулся от Него в самых тяжелых муках ради нас, чтобы нас не постиг этот ужасный гнев. Братья и сестры, это слово определил Господь нас не на гнев, но к получению спасения через Иисуса Христа. Это может стать сегодня твоей частью, если ты не пройдешь мимо Господа. Почтите Сына. Пятая глава Евангелия от Иоанна там написано так. Отец весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Сына. Ты стоишь перед серьезным предложением Бога. Люди празднуют пришествие Господа, но если ты не преклонил свое сердце перед младенцем, который пришел в теле человеческом, который занял место твое и мое из-за наших грехов, из-за наших беззаконий, то ты сделаешь самую роковую ошибку. Найди место для него в своей жизни. Поспеши туда, куда спешили волхвы. Пойди вслед за пастухами в ту горницу, где они смогли преклонить свои колени и почтить его. И сегодня, когда мы находимся в этом собрании, братья и сестры, слава Богу, за незреченный дар его, он сына своего сегодня дает нам. И тот, кто имеет его сына, имеет все. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь вечную. Слава! Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Богу! Слава!